Добрый день, дорогие друзья! Представление команд пошло Miracle на миде, на инвокере. Это Team Liquid против Virtus.pro. Второй четверть финал эпицентра Mind Control Offlane Mix. Первый четверть финала у нас уже закончился. GH Support Push. Ну и Кура будет на Oracle в саппорте. Также ломают уже War Team Liquid. Нашли его. Сейчас будет присоединение Virtus.pro. Ramzes Carry Ursa No One Meet Troll Паша Offlane Darkseer Лив Supports and King Ну и Капитан команды Solo Support Disruptor Команды представлены Все уже абсолютно готовы к бою. Руны забрали. Стычек каких-то не было. Сломали только War Team Liquid. Ну и вот тут уже No One вместе с Лилом выходит мид на Miracle. Тут же копает Miracle Лил. No One начинает с рейнджовой формы настреливать немножко по Miracle. Пробили. Сняли у него 200 КП. Это так, в принципе, здесь и будет, наверное, происходить. Будет Лил первое время мешать пытаться инвокеру. Немножко бустанет своего мидера. Mind Control А тут также пробили Соло вместе с Ramzes. Ну и внизу Паша понимая, что находится против трипл-линии решает пойти пока в леса. В принципе, решение правильно потому что там можно получить Fortune Send и там уже хуканет GH и можно уже не убежать. Поэтому нужен Сюрдж Паше и тогда уже можно вдруг эскейпиться. В 8-3 мы видим крипстату тролля в то время как у Miracle лагин 1. Пытается он, конечно же, добивать. Но One с Лилом ему очень сильно мешают в этом. Особенно Но One очень старается. Ну и Лил пошел. Пошел колесить. Есть у него уже второй левел. Будет Сеншторм. Пытаться выходить на Нюкса возможно. Либо же будет снайпить Курьера. Но Курьер уже Miracle Ласочку принес. он отправляется сейчас на нижнюю линию. И стоять здесь особого смысла я думаю не будет. Паша получает Сюрдж. Делает ТП на Тедбатавр. И Матумбомен здесь, конечно же, скоро. Будут они легко здесь стоять. Оракл может подхиливать Воида. Плюс там Регена нормальная у Матумбомена. Поэтому я думаю Дарксир не будет большой такой же проблемой. Но One раскручивает топорики. Замедляет Miracle. Убивает еще и Форджа. Ну и No One конечно чувствует себя здесь просто прекрасно. Лил сделал хорошую работу. У GH инвисы могут сейчас быть проблемы у No One. Там есть правда первый левел пока у GH только. Но Miracle может помочь Cold Snap. А Cold Snap под ротом не самая лучшая затея. No One прожимает фласку тут же выходит GH получает топорики No One отходит от Sunstrike живет прочитал Вова этот момент все у него нормально Тавр еще и пробил GH еще и настреливает в спину No One даже несмотря на наличие руны инвиза не получая врасплох застать тролля все грамотно он прочитал придется сейчас потратить денежку на фласку прежде чем принести потому что может быть опасно сюда стягивается еще и Куро Лил здесь есть но Лил только 2-го лвла и прям уж сильно так помочь своему тиммейту не сможет но No One уракла увидел отошел подальше под тавр поражал фласку тут же Куро ее сбил слишком много хп себе No One отрегенить не успел но теперь он хотя бы не лоу хп за счет этого сейчас начали тролля напрягать он немножко просел по крипстату Мирак он уже практически догнал Матумба вообще имеет топовый крипстат Рамзесу там не очень хорошо Лил выходит в мид сэншторм очень сильно пробивает крипов динает их тут же Миракл лишает левела очень серьезно но No One на последнюю ману раскручивает топоры неточный хук от GH пошел кулснеп от Миракла No One пробивается выходит до Лил на санстрайк МП у инвокера нету поэтому No One здесь будет жить но до Шрайна еще целая минута ну и Паша там в страданиях но выносите Soul Ring причем у Паши все-таки уже имеется 13 крипов у Майн Контрола например только 5-1 ну и с Вареньем Дерксир конечно же с получением левела с увеличением уровня щитка своего будет сформить хорошо Матумбомент ставит паузу Кале снова задержки GH пишет да голтрай пишет соло я думаю все сейчас должно работать нормально гол пишет Матумбомент игра продолжается у нас здесь пока еще разблата не было пытались команды но никто никого не убил ноуан вигит GH настреливает по нему неточный хук от GH в очередной раз вынужден отойти теперь у него нет МП Мирак вот здесь будет стоять один как-то ноуан с Лилом убить Млокера сложно пока что в РМДС уже появляются фейзы GH вместе с Куро GH отпевает класс поворует баунтируму сейчас уже GH вместе с Куро могут попытаться выйти Матумбомэн здесь один есть у него уже пятый левел будет шестой левел можно комбинировать вместе с Мираклом под Санстрайк Хрона Лил находит GH ноуан навкручивает топоры порчун сэн по крипам от Куро GH выкапывается таки Лила но Лил может выкопаться и Лил тут еще гонит GH правда кошки в финале нету поэтому не замедляет он Куджа ноуан получает полсней теперь уже на Санстрайк мана есть пьюлипай ноуан живет ноуан мансит Лил выходит сюда там Кура под дабл дэмэджем Сэн Кингун не стоит слишком далеко уходить ноуан очень ждет свой бот уже я думаю там пятая минута позади можно пойти отпевать Шрайн Соло приносит своему мидеру Банкус тут же его немножко отхиливает майндконтрол фармит крипов импейлами другого выхода у него здесь нет пока что ну и Рамзеса топовый крипстат как-то Никс Асасин вряд ли может помешать Урсе Рамзес клэпчик пошел по майндконтролу майндконтрол снял по ЛХП и отходит назад Соло заходит далеко за тавер GH умирает от крипов заберет ранпилы но тресаться он будет слишком долго я не совсем понял так было задумано саппортом команды Ликвид или просто он пытался фармить крипол но это мы не узнаем не показали нам этот момент поэтому можно будет видеть на реплее Соло находит майндконтрол тут же тандерстрайк Лил Карапаси Лил копает в Карапаси хорошо сыграл майндконтрол Рамзес подходит сюда Хук неточный Гука Дьеча просто между двух игроков ну как так-то получает глимс майндконтрол Дьеча очень больно пробивает оттечка залетает от ноуан это ферсбак для тролля майндконтрол страдает он очень сильно под коп через две но он не успевает его дать и погибает майндконтрол также это два фрага для вертус про несмотря на то что Лил ошибся немного копнул в Карапаси также ошибся потом GH и здесь паша под хрона санстрайк и все-таки последняя тычка от матумба мэна залетает точная размен какой никакой для Team Liquid забирают они Darkseer пра достается матумба мэну и чуть-чуть был Апаша там еще не ушел на тоненького очень Ликвид конечно здесь какая-то пока череда везений и ошибок происходит но тем интереснее конечно же для нас дота потому что без ошибок смотреть будет абсолютно невесело будет постоянно идеальное исполнение никто не будет ошибаться все будут все знать прожимать вовремя поэтому так доту смотреть конечно же интересно пока что в принципе все идет ровненько но проблемы испытывает майн-контрол серьезные Fortune Sand по No1 No1 далеко Лил может копнуть троих копает двоих Кура и Miracle тут же Static Storm вернее Kinetic Field Sandstorm пробивает Кура очень сильно но здесь Meteor как может быть больно Соло Лил пошел до конца там Фейсидит на нем висик накидывает Prefine Flames также забирает Джейча Лил еще копает правда заденайлся ну и Лил на low HP все таки ушел прожимает No1 еще и регенерацию будет он сейчас здесь full of Mind Control все еще level 5 подкапывает он Рамзесов Рамзесов уже есть рейндропы ну и как же четко вышли в FP я думал там просто не хватит демеджа Лил копнул правда двоих подошел туда еще и 100 соло поставил kinetic field и No1 закидал туда топориков и развалили все таки забрали соло но все равно размен в пользу Паша не успевает на баунтиру но Сержа у него нет GH по-моему не в своей тарелке он еще такой серьезный хук ни один не попал очень часто промахивается в нужной ситуации не попадает топориками No1 подтянул Паша GH он не совсем удачный вынужден отойти пока Padraic себя не реализовывает посмотрим как сложится дальше GH тут погонял еще немного Пашу заставил его уйти но Miracle близится к Midasic 1-1 стат 1-1-1 у него стат Mind Control глимсует его заходит kinetic field тут же карапас и подкоп и типа вот в принципе должен сюда успевать уходить до одной точки не хватило Рамзесу здесь пошла хроносфера по No1 залетает туда Meteor Raindrop выбивает больно No1 он пытается жить под холстепом Time Delation Паша сэвисового мидера No1 уходит просто мансить Sunstrike неточный большие проблемы у GH теперь он снова промахивается хуком минус паджик Matumbo Man на Time Volk уходит Miracle получает замедление Surge уют Lila но Miracle уходит Ghost Volk и тут уже Detection нет Matumbo Man башик по Lila с первого удара просто Barrel Strike Lila ну и все GH забрали неудачная попытка соло там тоже еле выжил но 1 там вымансил тоже очень красиво прям вот хорошо сыграли VP немножко Liquid не хватило кстати но это всегда неприятно такие моменты чуть-чуть там буквально где-то тысячечку не успели там чем-то промазали и сделать не получилось Кура тут закидывает Fortune Sand на пашу сбивает с него Iron Shell не очень это приятно Dark Sear конечно Fortune Sand Кура это сделать пока не делает правда просто фармит Крипчиков Паша на Серджа уходит забирают все баунти руны команды ну и пока фармят выходов пока никаких нет ждут Хрона Ума Тумбомена пацан страйк практически стопроцентный вариант но не стролим потому что ушел на Уван в той ситуации Майн контрол под Аркан рунной в Виндетте может он найти Урс под Sandstrike можно сработать если только дэмэдж пройдет именно по Урсе Майн контрол ждет до конца все таки наверное не будет нападать 4300 нетворс у Рамзеса есть у него уже вармир в ближайшее время сможем я думаю видеть как урса Майн контрол дает удар Сундует и подкоп но Sandstrike сюда не летит слишком много крипов просто аркан не имеется уникса поэтому почему бы собственно и нет кулдаун способностей меньше маны стоят также меньше поэтому можно это сделать должны Гертус про заходить на Рошана скоро урса урса может помочь но ван батл транс поэтому в ближайшее время мы должны это увидеть но ликвиды будут этому пытаться мешать здесь смог атака у нас судя по всему будет соло вместе сливом есть уже эпицентр есть татик шторм мол сейчас найти куру ставит хороший вар соло идет первый должен сейчас встречаться с ораклом орак с мотунгоменом также готовят засаду есть уже хорона и вот сейчас вэпэ могут просто не найти своего противника смог спадет но где находится мотунгомен и куру мотунгомен вырывается на пашу сразу пашек с первого удара паша пока живет приходит сюда лил копает мотунгомен астяжка статик шторм куру успевает выйти может засейвить себя нет здесь эпицентр и просто виртус про таких не отпускают сразу минус могут они забирать уже тавер здесь прожимается пока глиф тянут время там может встрять гх гх в окружении трех игроков замедление подкоп отлило топорик и это фраг киринс приз энд кинг просто не прощают вп сейчас рамзес просто месит тавер под овер пауэром и финальную пичку делает турса 5000 преимущество за вп на 12 минут но тут опять-таки надежда только на мир окружитких потому что именно уже в такой сложной ситуации могут вп заснул политься сейчас и спасти может только лишь инвокер ну и конечно же хорошие хороны от матумбы хорошие импейлы от майн контрола возможно джейдж начнет попадать фуками в ответственные моменты в такой ситуации тогда можно будет изменить как-то ход игры ликвид но пока у них все печально соло помаяковал на майн-контрола вп не сильно спешат они сделали пару прагов забрали тавер расплитились по карте пофармировая тумбомен может найти соло матумбомен глимпсует его соло и матумбомен улетает на глимпсе будет пытаться проследовать таймволк хрона пока не ставит соло уходит уже под тавер ну и все соло живет майн-контрол пытается бить тавер прожимается глип здесь конечно никс ассасин не лучший тавер пушер миракл могут на него зайти в спину рамзес прожимает овер пауэр здесь есть синтри миракл получает аршок гост волк и просто ушел джейдж ну будет ли хук ответ но урса конечно не самая лучшая кандидатура чтобы хукать матумбомен в рыб на соло получать кинтик за дикшторм тут же подкоп от лила матумбомен пока еще живет пол хп ему сбили эпицентр от лила тут же пошел вниз матумбомен юзайд таймлок также подходит матумбомена здесь большие проблемы у соло хорошая стяжка от паши забирают джейджен у соло все-таки забрали матумбомен пытается жить матумбомен вендетти и лил просто сэн шторма дэмэдж проходит забирают никсасасин очередные минус 3 от виртус про погиб всего лишь соло соло по моему все три фрага ликвид это все три фрага на соло если я не ошибаюсь остальные вп пока еще не умирали ну и что тавер на топе рошан масса сейчас возможностей открыта перед виртус про могут они сейчас сделать абсолютно все что угодно хотя с другой стороны в принципе есть хроносфера все-таки матумбомен никак не может ее удачно поставить натыкается он на соло соло его то глимпсует то при наличии поддержки статик шторм на голову войду и все уже матумбомен не может ничего сделать кура рядом нету чтобы засейвить войда фелс промисом и пока у ликвид все плоховато но сейчас возможно будет попытка выхода опять-таки на соло выходит гейдж соло видят врыв матумбомена его глимпсует он ставит сферу пошел сюда подкоп санстрайк соло забирают все использовали в дисрафтера ну такими путями можно конечно делать фраги но беда в том что теперь хроносферы нет знают об этом виртус про соло сейчас риснется у лила уже есть блиндаггер но и не самый лучший приток у ганск как по мне у рамзеса появляется блиндаггер 12 левел лур сайнрейдж 2 левела ну я даже не знаю какие тут ауты у ликвид по-моему сейчас вп просто пока не идут дабл демидж есть у ноуана есть яша кура ставит ват знает об этом лил должны сейчас этот ват снимать рамзес должен выдвигаться на рошана у паши появляется мека наконец-то появилась валов реплика у него и уже под стяжечку можно поставить и стенку и будет еще больнее ликвидом ноуан просто ничего не боится раскручивает топоры заходит на т1 ну и не заигрывается особо рамзес уже пол рошана спилил приходит сюда так же ноуан батл тренс пошел пробивает рошана лиду в сэнд шторме стоит возле своего т1 тавра и достается урсе шестнадцатая минута ну и у матумбомена пока есть только персик длинку длинка здесь хорошо против глимса против баррострайка какого-нибудь неожиданного дима тумбомен в принципе всегда так играет на войне как мы видели тем более что другого выхода у него я думаю особенно то и нету ликвиды зажались они абсолютно ничего не делают перестали они какие-то выходы совершать лил трусит землю вырвается на майн контрола подкапывает майн контрол карапас он уже не такой тоненький никс ассасин уже он может уходить дэмэджа улива пока не хватает куру прожимает на себя плоспромис живет рамзеса не смог рамзес получает форчун сент куру выхиливается там паша ускорил рамзеса но это даже не потребовалось рамзес остается здесь вп будут забирать при 1 на миде так и есть не успели прожать глиф ликвиды еще и потеряли глиф теперь могут на т2 идти вп ошибаются ликвиды не в своей тарелке прям вообще не получается ничего мирокла не видно он понятно пытается фармить пытается набрать сеганим джейдж не попадает хуками майн контрола вообще нет ни единого выхода от него из вендетты какого-нибудь полезного кого-то найти под санстрайк вп в принципе действуют единым кулаком они бегают практически постоянно 4-5 рамзес врывается вернее его скорее всего вытянул просто джейдж убивают рамзеса но это только лишь аегис подглавили матумба мэна в статик шторм рамзес может ли уйти неплохой тоганада от мирокла все-таки забирают матумба мэна рамзес уходит под энрейджем стенка стоит ликвиды дальше идти не могут ну и в который раз матумба мэн не может просто поставить хрону целиком и полностью его контрят соло постоянно статик шторм на его одного врывается рамзеса на майн контрол тут же карапасы рамзес получает много димеджа подкоп отлина майн контролла съели но ван закидывает на форики кура может быть сейчас очень больно но ван прожимает манту хороший бласт выкупается матумба мэн миракл очень сильно пробивает миракл хватает димеджа забирают инвокера выкупается матумба мэн выкупается майн контрол хрона подвоим ну просто нет димеджа по рефайн флеймс на соло он все еще живет матумба мэн просто погибает даблкил трамзеса джейдж джейдж динайдс но все-таки буржа забрали т2 тавра забрали вп могут заходить дальше скоро кулдавница батл транс пошел гимс в майн контрол майн контрол снова могут съесть майн контрол фейнс в последний момент пока еще живет байбек это миракл 11 тысяч ведут вп на 18 минуте они просто заходят ломают т3 разводят на барак и по итогу выжил никс ассасин но как же давят вп они просто прессингуют без каких-либо шансов команду ликвид на 18 минуте ценой трех байбеков они смогли задехать свой хайграунд ну и это конечно очень печально вп сейчас зарабатывают себе столько что отыграть это ну я не знаю как это можно отыграть ликвидом это только за счет ошибок вп но судя по игре виртуз про они абсолютно не настроены ошибаться они настроены на победу так как они давят пережить это сложно ликвиды к такому совершенно не готовы очень много ошибаются ребята которые играют за сторону радиант ну и ну не знаю конечно же шанс в доте есть всегда этим она и прекрасна очень часто мы видели камбэки из больших цифр да и в принципе по большому счету есть чем переворачивать в ликвидах беда в том что времени у них остается на эти перевороты все меньше и меньше вы просто сейчас наберут критическую массу и остановить эту машину уже ну я не знаю мне кажется будет просто невозможно ликвиды предпринимают попытку выхода в смоках хроносферы пока еще нет как они собираются выходить не совсем понятно ну и по итогу в этом момент просто идет тормоза виртуз виртуз тем временем находятся недалеко от вражеского леса пойдут они сейчас на т2 внизу разберутся с этим тавером без проблем есть уже башек у рамзеса у рамзесу наверное неплохо было бы прикупить аганим вкб все-таки много здесь способностей которые останавливают урсу но с другой стороны они могут сейчас выиграть просто один файт и уже там ничего абсолютно не будет нужно и можно просто захейт ломать там нет байбеков да и слишком большой перефарм сейчас по айтемам по левелам да и просто по деньгам даже но ван юз гайдман 2 ломает т2 на бот там и ликвиды кучкуются в центре возле его т3 тавера выходить куда-то они боятся и правильно делают шансов 5 на 5 у них очень мало ну разве что сами инициируют на тумбомэн поставят там плона по пятерым но это такое поэтому они конечно же будут сидеть у себя возле хайграунда ждать когда будут на них идти вп и уже с позиции защищающихся как-то пытаться возможно отбить атаки вп вернуться в игру но сделать это очень сложно и реально 4 фрага сделали ликвиды 3 на соло 1 на паша рамзес лил и ноуан еще даже ни разу не погибли в этой игре вот кстати так же это может быть решающим фактором забрать коргероев противника допустим тому же матумбомену мира то есть они в файпе по итогу оказываются живы это будет очень хороший прирост по голде но это еще надо сделать вп чувствуют себя фривольно абсолютно перемещаются не по карте как хотят делать что хотят чувствуют себя хорошо лил могут быть сейчас проблемы лил получает дисмембер даже санстрайк подкоп ну и сенкинга забирает паша стяжка но не спевает стенку ловят его на карапас и паша тут же меку получает он замедлен опять статик шторм по матумбомену но в этот раз фэлспромис матумбомен хватит лиман на то чтобы уйти в таймвок матумбомен уходит рамзе забирает кур тем временем паша гонится за матумбой матумба лопается не хватает лечения фэлспромис майн контрол ушел мир ушел также джэйч улетел стп размен 2 в 1 забрали лила ну по итогу даже это конечно же плюс для ликвид потому что они очень сильно отстают но как сказать ну в принципе хроносферу не потратили это один из плюсов наверное ну вот ну ван сейчас под дд будет приниматься за т1 тавер вп следом пойдут и на т2 на этом не остановятся они прекрасно понимают насколько они сейчас сильны и что игру можно закончить в ближайшие там 5-10 минут врыв от трамзесана мир кладжей не попадает ни по миру ни по рамзесу надо настроить кура прицел своего тиммейта объяснить ему что игра это возможно за выход в полуфинал а возможно и за полет домой на родину поэтому надо стараться в этой игре нельзя так мазать хуками там в папчиках почаще попадают если быть откровенным Матумба Мэн понимает что линкен сфера для него какое-то недосягаемое просто чудо решает пойти в блиндагер просто для того чтобы занимать позицию давать хорошую охрану и там пусть уже мир разбирается как хочет в этой охрана сфере а лил идет вейл в дискорд ну в принципе не сказать чтобы прям у вп было очень много магического дамеджа тролль и урса это такие прям вот коры которые именно бьют жестко с руки но все равно под статик штормом под стенку под валов реплика эпицентр с вару страйком под вейлом зайдет я думаю великолепно там трех этих кастов хватит чтобы полностью похоронить тимлик поэтому возможно решение неправильное все равно это немножко и уплотнить Сенткинга и поможет в любом случае при парме там еще лил может взять 50 дпс от Сентшторма и вообще просто дать прокаст встать в песок и убить Ликвид Кура видят и вон здесь врыв пошел на Матумбомэ на хорошая торнадо тут же от Мирок оттуда залетает Метеор вот теперь хрона хорошая лила Рамзес лила просто выталкивает из атмосферы Рамзес Матумбомэ уже забирает Майнконтрол пока живет Джейдж также отправляется в таверну ВП гонят Майнконтрол Майнконтрол дает Монобер на развороте но здесь его конечно же никуда не отпустят минус 3 от ВП не потеряли никого Мирокл ушел ну и вот тут сейчас должно начинаться что-то интересное потому что Мирокл здесь будет вместе с Кура на дефе через 5 секунд появится Джейдж и не думаю что он может как-то помочь но это проблема быстрого пуша ты убиваешь своих оппонентов но они рисуются быстрее чем ты можешь сломать здание поэтому Виртуз Проб вынуждены в очередной раз отойти Рошан у нас появится буквально через минуту-полторы поэтому я думаю они дождутся его заберут его быстренько и тогда уже пойдут в файнал пуш тем более еще можно забрать Т2 но УА нарисовал как они пойдут именно хотят забрать последнюю внешнюю вышку у Ликвид и тогда уже врываться на базу к своему оппоненту и там разносить абсолютно все здания у Паши появляется кстати Гвардиан Грифс вот очень давно это вайта могли было заметно мы часто видим Дарксиров и они идут Рамзес просто ворвался на форжа и они идут в Аркантапке Мека и потом там зачастую идет либо Пайп либо Блинк Дайвер либо какой-нибудь Лутус Орд возможно Эванс Хаубер ну вот Гвардиан Грифс я очень трудно уже не видел если честно и на Омниках часто мы видим Нинайтер также не было там Гвардиан Грифс но Кизу исполнял против ЛФА по-моему не было там Гвардиан Грифс точно но вот Паша решает купить в принципе это набор джентльменский набор у Дарксира Гвардиан Грифс Блиндайгер все что ему нужно дать сделать это прыгнуть из Блиндайгера дать стеночку дать стяжку под Статик Шторм отхилять возможно просевших тиммейтов Грифзами дать им реген и все накидываешь Эйншелы Сурджей и в принципе вся работа Дарксира на этом выполнена Нунчик уже имеет Монту уже у него есть Диффуза через 300 копеек у него будет ВКБ Рамзес в это время месит Рошана Мирокл закидывает туда Санстрайк попадает чутко по Урсе знают Ликвиды прожимают смог будут пытаться эти контесты Рошана но Рошан то упадет быстрее чем они туда даже дойдут это ошибка от Ликвид Соло заходит Статик Шторм по двое туда стягивает Паша двоих ГХ Монт Контрол Статик Шторме очень больно Пуджу Матумба не самая лучшая хрона Матумба пока еще живет очень сильно просел Соло все-таки забирают ВП сейчас должны разваливать забирают Мирокла но Ван продолжает бить на Карапас его ловят забрали ГХ Ликвид пытаются разбежаться пошли Пурджи по Куро Куро здесь отправляется в Таверну находят также Матумб Минус 4 от ВП потеряли только Соло в очередной раз Байбэк это Мирокл БКБ летит но у Ану есть уже Аегис есть сыр у Виртус Про и мне кажется скоро мы увидим ту самую звездную надпись Байбэк это Минд Контрол 22 тысячи преимущество ВП Мирокл закидывает Торнадо Пласт Рамзес опробивает серьезно но там просто пошли Рамзес живет чуть отошли ВП это три они сломали ну и что ВП решают отойти они не хотят ломиться не хотят лезть на рожон делать ошибки они сейчас просто развели на Байбэке просто они экономику Ликвид убили настолько что даже хуже сложно придумать сейчас пойдут заберут Шрайны отрегенятся долетят айтемы нужные возможно кто-то что-нибудь доформит и тогда уже будут снова с новыми силами заходить но небольшая такая проблемка что уже к этому моменту откуда уница хроносфера у Team Liquid но там есть уже две БКБ поэтому это не очень то и страшно на самом деле для Virtus.pro Паша всегда в позиции Соло так же он дает с этих шторм и сразу погибает поэтому ничего страшного нет я думаю капитан всегда готов жертвовать собой делать разведку лицом так сказать и если это будет во благо команды если они будут забирать много людей то он я думаю всегда будет только кстати хрона еще нет куда с ВП уже заходит но Ван начинает накидывать топорики майн-контрол мажет матумба мэн ой как плохо использовала демболк матумба мэн как же он ошибся только что Рамзес под БКБ начинает месить кура кура прожимает фэлспромис но Ван под БКБ так же собирает браки действие БКБ сейчас закончится ВП надо наверное все таки отойти но они дерутся дальше Рамзес заходит на GHS GHS Dismember на Рамзес Рамзес стяжка хорошая от Паша статик сторона Рамзес очень лоу хп и Рамзес погибает все таки Рамзес Miracle делает фраг GH бэкбэ вытягивает Miracle но уже забрали майн-контрол забрали GH забрали сторону полностью Virtus Pro ну и теперь они конечно же будут отходить появляется еще у нована Бунгдайгер по всему прочему ну вот Рамзес фиданул все таки забрали No One единственное у кого еще ноль смертей у него еще Егис две минуты уже обновляет себе и Дефуза и Блингдайгер и все тролль конечно запахован сейчас очень серьезно ему буквально один еще айтем какой-нибудь в скаде наверное и все и он будет просто разваливать ну вот посмотрите на демэдж вся команда ВП сколько нанесла и один мир и по 14 пайной демэдж Матумба абсолютно не бьет на самом-то деле если у тебя нет ну какого-то хорошего старта Матумба постоянно убивала Матумбу постоянно убивали Хрону не давал поэтому то что мы видим ОВП там у всех почти под десятку ну и у некоторых больше десяти поэтому конечно же они выиграют No One есть Блингдайгер врыв пошел курш по GH мгновенно разгрел GH No One будет гнаться Сакура пошла Монта юзает Глимс соло накидывает фоскромет на Сакура пока живет накидывает также урнунов тут хорошая стяжка Хрона по двоим по итогу Ману может просто пить Майн Контрол убивает врыв сразу на Мирок на минус 3 Кура стирает минус 4 забирается это Килила и Пашума в том момент последний кто остался в живых успевает уйти на там Волке но это J&J Virtus Pro ведут 1-0 полчаса им потребовалось для того чтобы развалить Team Liquid сделали это очень эффектно наблюдать за этим было очень круто круто командные взаимодействия шикарные вот это все исполнение от ВП стенка стяжка туда Darkseed Static Storm Kinetic Field ну и Соло доволен доволен собой ВП аплодируют они просят поддержки у публики они на родной арене и поэтому они сейчас жарят первая игра у нас закончена ВП еще там 1-0 у Liquid еще есть шансы конечно же на камбэк потому что игра идет у нас до 3 побед но вот смогут ли они оправиться от такого тяжелого нокдауна узнаем совсем скоро спасибо за просмотр